Хорошая? Не слышал. Отличная? Супер. Сегодня, по крайней мере, здесь два плюса от того, что мы здесь. Первое, на улице все равно холоднее, чем здесь. Во-вторых, здесь много интересных людей, поэтому я уверен, что мы с вами найдем здесь чем позаниматься. За поиском ответов на те вопросы, которые вас беспокоят касательно вашей стоимости на рынке. Верно? Давайте договоримся. Есть очень простое правило. Я пытаюсь задавать вам вопросы, а обратной связью от вас будет «да». Мы говорим, верно? Да. Они не работают. Еще раз. Вы же сюда пришли за тем, чтобы решить, найти ответы на вопросы, связанные со своей зарплатой, да? Да. Давайте еще раз. Не получается у нас никак. Чтобы мы точно вот сейчас перед тем, как все начнем, мы должны разогреться. Задам вопрос. Здесь же все равно теплее, чем на улице. Да. Вот уже другое дело. Добрый вечер всем, дорогие друзья. Мне очень приятно, невероятно приятно вас всех сегодня видеть. Почему? Потому что каждый из вас сегодня сделал выбор. Вообще, на самом деле, какой самый главный инструмент, как вы думаете, у людей, у нас с вами, разумный существо, существует, мозг. 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 Мозг, верно. Какого вечера, если бы вы сюда не пришли? Пойдем друзьям. Супер. У вас? Мы бы сидели в гостинице. Вы не из Москвы. Откуда вы приехали? Я приехала в Секути, Уренбург. Ох, ничего себе, как далеко. А вы прям сознательно ко мне сюда пришли? Оказия. Случайно. Понятно. Хорошо. Какая бы альтернатива была у вас сегодня вечером? Я не знаю, не было. Ну, просто пошли бы домой. Ну, наверное. А у вас? А у вас? Мы продолжили стройку. Мы строим детский клуб. Супер. Отлично. Поэтому у каждого из нас есть альтернатива всегда. И еще раз хочу сказать, что все мы с вами являемся результатом наших принятых решений. Отчасти это решение приводили нас в позитивное состояние. Перенеситесь в те состояния, когда вы принимали решения, в результате которых вы чувствовали себя вдохновенно, на подъеме. О, улыбаетесь, да? Вспомнили? Это сегодня начало вашей карьеры в области фотомоделей. Вспомнили? Какое вы испытываете сейчас чувство внутреннее? Удовлетворение. Еще. Прилив сил, вдохновение. Еще. Интересно. Интересно. Супер. Но бывают такие ситуации, когда мы принимаем решения и оказываемся в той ситуации, в которой нам некомфортно. Или мы попадаем в ту ситуацию, где нам нехорошо. Какое мы чувствуем тогда состояние эмоциональное? Подавленности. Раздражение. Растерянности. Да, еще. Что убивает нашу веру в будущее, в самих себя? Сомнения и страхи. То есть, когда мы принимаем решения и оказываемся в ситуации, где для нас появился результат негативный, таким образом мы же осознанно принимаем решения. И наша цель с вами сегодня научиться принимать в карьере такие решения, чтобы вы чувствовали подъем, вдохновение, радость от всего того, что вы делаете. Именно это я сегодня постараюсь сделать для вас. А также сейчас мы начнем нашу презентацию. И в процессе нашей работы я постараюсь вам рассказать гораздо больше того, чем я сегодня даже планировал. Потому что занимаясь сегодня над презентацией, мне бы хотелось впихнуть всю свою жизнь, весь свой практический опыт. А я посчитал на прошлом мероприятии, я провожу эти мероприятия каждый месяц, они бесплатные для вас специально. Я считаю, что это моя социальная миссия, помогать людям быть счастливыми и более в своей карьере и стоить дороже. Каждый из вас стоит дороже той суммы, которую сейчас имеет минимум от 10 до 25 процентов, а может быть и больше. Но как это реализовать на практике, как сделать так, чтобы карьера, которой я занимаюсь, приносила мне удовлетворение, об этом во всем мы сегодня будем разговаривать. К счастью, сегодня я взял с собой кликер и Никита мне сказал, что кликер у них тоже есть. Итак, цели. Какие сегодня цели я бы хотел, чтобы мы с вами обсудили с точки зрения нашей работы? Первое. У нас всего 2 часа. Сейчас уже чуть меньше. Я вас задержу минут на 10, на 15, обещаю, не больше и вас отпущу. Поэтому всего 2 часа. Я, безусловно, этому очень рад, что у меня есть возможность с каждым из вас провести эти 2 часа. Но в то же время я очень расстроен, потому что минимальная программа моего карьерного коучинга длится месяц. Максимальные 6 месяцев. Люди, работающие на... Вот я сегодня сидел пил кофе и вот мы познакомились с Эдуардом. Я ему рассказал примерно о том, как строится работа. Чтобы отти на ответ на вопрос, необходимо подумать. Необходимо время. Необходимо выполнить определенные задания, последовательность которых, ответов на которые приведет вас к той точке решения, которую вы хотите. Вы взвесите все ситуации, которые могут произойти так или как-то по-другому. И на основании этого сделайте осознанный выбор, чтобы оказаться в ситуации какой? Подъема эмоциональной радости. То есть принять верное карьерное решение. Поэтому еще я хочу сегодня за это время показать вам, а что происходит с людьми, какие трансформации с ними происходят, когда они начинают осознанно думать о своей карьере. Осознанно ставить себе цели и задачи. Развиваться. Ведь на самом деле я могу сказать прекрасную новость для вас. Вы, в отличие от большинства тех людей, которые сейчас за этим стеклом машут нам руками и проходят мимо, задумались и инвестировали свое время. А время это ресурс. Один из важнейших человеческих ресурсов, который дает нам природа. Оно невосполняемое нельзя купить, как в некоторых фильмах фантастических показывают. Нет, оно у нас есть. Поэтому я спросил у вас о альтернативах. Никто мне не сказал особо важной альтернативы, которой бы он сегодня занялся вечером. Поэтому будем считать, что обмен равноценный. Между тем, что вы провели бы время где-то там и сегодня вы получите время здесь. Но с моей стороны я вам гарантирую, что вы получите много информации даже сейчас. В процессе этого всего двух часов для того, чтобы задуматься. Как всегда, есть несколько путей достижения карьерной цели. Можно идти самостоятельно, читать книги, развиваться. Это прекрасный путь. Можно ничего не делать вообще. Я сегодня... У меня была возможность... Я сейчас приехал к вам из Месси. Там была конференция, я выступал. Перед этим заскочил в кафе выпить кофе. И меня поразила одна картина. На самом деле она меня умилила с одной стороны, а с другой стороны расстроила. Я сейчас вам объясню, в чем причина. К стойке раздачи подошли два солидного возраста мужчины. Им, наверное, где-то около 60 уже. И взяли обед. Знаете, как вот, когда ты делаешь действия машинально. То есть явно, что ты делаешь много раз. Повторяя его, не задумываясь. То есть они явно знакомой дорогой пришли, покушали, сели, встали, ушли, посидели. Нет ни огня в глазах, нет ничего того, чтобы, как бы сказала, что жизнь, которую они проживают, там мы с вами выяснили, что ресурс, время, он уникальный и неповторимый, неповторимый, проходит мимо. На самом деле, конечно же, у них есть, может быть, своя любимая работа. Хотя в это не верится, что от любимой работы человек ведет себя немного по-другому. Он старается отдать себя, усредиться каким-то внутренним. Когда вы делаете любимое дело? Вот вы смотрите на часы, было только что 10, а сейчас уже 19. А бывает такая ситуация, когда вы пытаетесь заниматься чем-то, и время тянется так долго, ты вроде хочешь, а в самом деле ты начинаешь избегать это дело. Поэтому мне бы хотелось, чтобы ваша жизнь, когда вам было под 60, не казалась такой серой и унылой от того, что вы продуманными действиями, делая одно и то же много-много лет, не испытывая от этого никакого удовольствия, пришли в эту точку, в ту, где есть негатив, где есть страхи, где есть сомнения. Мне бы хотелось, чтобы если сегодня я смогу в вас зажечь огонь своего собственного понимания, что от вас зависит ваша карьера, от тех решений, которые вы принимаете, зависит ваша карьера, я постараюсь вам показать, как можно менять свою карьеру на примере других людей, которые вместе со мной проходят этот путь. Я надеюсь, что ваша жизнь кардинальным образом изменится. Это цели мои. Какие цели ваши? У вас всего два часа, как я уже здесь объяснил. Моя задача, чтобы вы прочувствовали, это вообще ваше или не ваше. Вообще, вам действительно хочется задуматься о своей карьере или не хочется. Вам вообще хочется что-то изменить в своей жизни. Вам вообще по силам взять на себя возможности управлять собой. Ведь это большая ответственность. И мы знаем о том, что люди, работающие по найму, они в целом ответственны. Но ответственность человека перед самим собой заключается не в том, что я должен ходить на работу. Ответственность человека перед самим собой заключается в том, чтобы реализовать свое предназначение. Именно то, ради чего мы с вами все сюда пришли, в этот мир. Вы уникальные люди, каждый из вас прекрасен, по-своему является сплавом своего опыта уникального, своих возможностей, всего того, что наделило вам природа. И это все нужно реализовать. И если вы вернете в состояние 60-летнего человека, который машинально подходит к раздаче, берет еду, машинально ест, встает, уходит, приходит на работу, то здесь какая-то есть проблема, проблема с тем, а ради чего. Вот это ваша задача. Ваша задача посмотреть. Что бы мне хотелось, чтобы мы сделали дальше? Так как я вам сказал, что здесь прекрасная публика. И самое главное не только то, что я вам сейчас скажу, а то, что вы можете узнать немного лучше друг друга. Обогатить друг друга некими знаниями, информацией, просто для того, чтобы снять возможность и расслабиться немного, познакомиться друг с другом, кто вы здесь сидите. Итак, смотрите, ситуация очень простая. Каждые два ряда, вас вообще четыре человека, вам очень комфортно, составляют команду. Раз команда, два команда, три и команда четыре, вы все вверху. Ваша задача познакомиться с друг с другом. На это у нас уйдет всего пять минут, я вам гарантирую, не больше. Но нужно ответить на четыре вопроса. Что это значит? Это значит, что вот вас как зовут? Александр. Александр говорит, так, девушки, я вам рассказываю. Я сюда пришел за тем-то, это моя цель, и это для меня настолько это критично. Я еще, что вы можете лучше всего? В чем вы специалист? В области связи. О, и я еще могу вам дать совет в области связи, поэтому обращайтесь ко мне по этому поводу. Задача понятна? Помните, мы с вами тренировали ответ? Да. Задача понятна? Задача понятна? Да. Отлично. Но мы же сегодня не должны еще и от этого получать удовольствие, улыбки на лицах. Ведь это же не институт, за это не берут совет оценки. Это не из-под палки. Вы же сами сюда пришли сегодня. Поэтому мы делимся на команды. Вы, девушка, к нам на мастер-класс присаживайтесь сюда. Вот вам как раз еще одна. Итак, всего четыре вопроса, но результатом будет, как я вам уже сказал, призы. Что мы разыграем в призы? После того, как вас все команды, вы познакомитесь, это займет всего пять минут, один человек от вашей команды встанет и скажет агрегированное мнение, почему сюда люди собрались, какая цель привела. Мало того, если еще кто-то скажет и назовет имена всех участников команды, он получит возможность, один из четырех капитанов, или раз, два, три, четыре, да, выиграть от меня бесплатную консультацию по персональному позиционированию, по своей карьерной стратегии и бесплатно получить от меня аудит своего резюме. Абсолютно бесплатно, в качестве приза. Возвращаемся к вопросам. Начинаем? Да, поехали. Вот ваша команда, вот ваша команда, вот ваша команда и наверху. Задача познакомиться, задать эти вопросы и узнать себя. Вы рассказываете вам, вам и вам, а вы все слушаете внимательно и вот помогаете друг другу понимать цель свою, зачем вы сюда пришли. Вы все уже познакомились, все вчетвером, все обсудили? А чего ждете? А, Сережа, так не с этой командой. Вот сюда. Да. Глеб. Осталось две минуты. Окей, для того, чтобы сейчас мы узнали, что, собственно говоря, какие общие цели у нас здесь у нашей аудитории, мы начнем с самого верхнего ряда. Кто у вас будет презентовать команду? Отлично. Представляйтесь, пожалуйста. И давайте цели. Здравствуйте, да, Алексей. У нас в целом общая цель, мы думаем, что это поможет нам реализоваться как-то в карьере, найти новые решения, может быть, развиваться на уже в наших местах, где мы находимся в новом работе. Вот, или что-то, может быть, новое найти. Вот, также у нас есть новые идеи, вот, например, идеи хочется как-то реализоваться, тоже найти какие-то инструменты для решения своей идеи. Отлично. Представите нам по именам всех членов своей команды. Да. Константин, Глеб, Алексей и Оль. Отлично. Давайте поаплодируем первому капитану, перевернем микрофон дальше. Давайте обсудим, что у нас. Девушке дадите, да, слово? Девушке, конечно, вот она сидит, скучает. Вы же сюда сегодня пришли, чтобы быть лидером по отношению к самому себе. Не отказывайтесь от возможностей. Берите микрофон. Вот с этого, значит, с каждого момента, когда вы жизни отвечаете, да, сегодня задача, всем домашнее задание, посмотреть фильм Джима М. Керри. Знаете такой фильм «Скажи жизни да». Всегда говори да. Вот после нашего мастер-класса у вас будет отличный драйв, прийти, включить это кино, и завтра жизнь пойдет по-другому. Хорошо, спасибо. Меня зовут Ольга. Насколько я понимаю, мы только Владимир, в данном случае, от цели выхода государства. Сергей, наверное, да? А, да, Сергей, спасибо большое. Цель выхода государства, тем не менее, наша команда и люди, с которыми я нашел, ознакомилась, общая цель – это польская идея и инструментов для построения людей в сегодняшнем улучшении и реализация себя как частный, открытый собственного бизнеса. В целом, кому-то критичный, кому-то приедет, и наверху, в целом, здесь пришлится идея, как новинка своей партнерс. Хорошо. Представите своих участников команды. Сажаю, мы всех с этим не увидимся. Ну, выкручиваетесь как-нибудь. Как можно выручивать ситуацию? Замечательно. Сергей, Александр, Михаил, Крисмин и Владимир. Прекрасно. Видите, говорили, что не получится. Сорвали аплодисменты. Передаем микрофон дальше. Кто в нашу команду презентует вашу? У нас очень сплаченный. Отличный стаканчик. Секретный. Да, да. Значит, совершенно замечательная команда. И цели здесь совершенно замечательные. Все, знаем, у нас все, и все, и все, и все, и есть различная карьера. И все хотят что-то изменить в ближайшем будущем. И дела между всем очень конкретные цели. Прям конкретно понять, что надо делать. В чем ошибка? Куда идти дальше? Вот. И после этой нашей встречи мы уже договорились про вести мастер-классу. На тему карьерного консидера. Вот. А во-вторых, да, за большой степень у меня всех наших членов команды. Вот. А во-вторых, мы после этого вечера, у нас не будет проблем с закупкой строительных работ. У нас не будет проблем с бизнес-свечемного центра. У нас не будет проблем с оптимизацией бизнес-процессов. В общем, мы уже получили все, что можно. Супер. И имена этой прекрасной команды. Нашу команду представит Андрей. Ну давайте пойдем тогда. С пара на лево. Прочит-свеча выстрелы. Это Дарья, Эдэвилар, Гольнас, Иена, Ирина и Константин. Шикарно. Да. И на самом деле, вот то, что Даша сказала, действительно, здесь есть цели тупого личной. Именно с точки зрения собственного развития. А есть цели развития профессионального бомба, ну, который тоже, естественно, вывлечет личное развитие. То есть, и мы обратили внимание, что есть очень большая сеть вовлеченность. Отлично. Спасибо большое. Передаем микрофон Нидже. И наша завершающая команда первого ряда. Да. Ну, мы, как и всех, хотим вам себе стоимость на левую свою, да? Себестоимость или стоимость? Стоимость. Вот. Понять много инструментов. Мне еще понравилось в номеровку, мотивационный пинок. Практически готовы к открытию своего бизнеса пока чуть-чуть не никакого. Люди здесь талантливые. Редно со мной. Олеся Карин, Татьяна Матэ. Да. Прекрасно. Спасибо вам большое. Да, можно здесь поставить, да, он нам понадобится. Исходя из того, что мы сегодня с вами услышали, да, первое, моя была задача, чтобы вы, когда формулируете свою цель прихода сюда, сами ее для себя проговорили. Проговаривая свою собственную цель, вы начинаете осмысливать, действительно ли это для вас важно. Первая бы задача, которая, если бы у нас был целый день сегодня, и мы с вами работали над вашими карьерными целями, я бы попросил вас ответить на несколько вопросов. А почему? А зачем? А для чего? А когда? И так далее, и так далее, и так далее. Я вам рекомендую все, что я говорю, вот как делает Ольга, записывать на листочек как рекомендации к тому, а что же, вот если вы хотите услышать ответы на вопросы, я же вам сейчас их и начинаю давать прямо с первой секунды. Что нужно сделать сегодня, когда вы придете домой? И начнете вспоминать о том, как вам продвинуться с точки зрения достижения своей карьерной цели. Спросить, чего я хочу. А, чего я хочу, а я хочу. Неправильно, посмотреть фильм. Смотреть фильм в живом мире. Первое, посмотреть фильм. Второе, сформировать вопросы к своей цели. А зачем? Во-первых, сформулировать цель. Ведь вы же сюда сегодня всегда пришли. Кто записал заранее цель, ради чего вы сюда сегодня пришли? Никто. Спасибо. Я знал об этом, но это неудивительно. Нет, мы знали, зачем вы это. В голове. В голове. Да, конечно. Но все, что в голове, оно там и находится. У меня столько воздушных замков в голове, что если бы они все реализовались, мир бы стал другим. Но, оно в голове. Если оно не записано, я не понимаю, как это измерить. Если оно не записано, я не понимаю, как это измерить. Я не могу себе поставить цели для того, чтобы анализировать, а как мне к нему двигаться. Логично. Пока все, что я говорю, укладывается в рамки человеческой логики. Так вот, второе домашнее задание. Задать себе вопросы. Какие вопросительные слова русского языка вы знаете? Когда, зачем, почему? Еще? За что? Насколько? Как? Насколько? Насколько? Насколько. Кто сколько придумает, тот столько и запишет к той цели, которую вы себе поставили для того, чтобы прийти сегодня сюда. Ведь вы же инвестировали сюда свое время. Надо максимально взять, вот вцепиться в меня сейчас максимально своими мыслительными крюками и вытаскивать все возможное. Ведь именно за этим вы сюда пришли, а не просто посидеть тут на хороших ступеньках. Кстати, вы уже согрелись? Да. Да, видите? А почему? Потому что мозг начал работать. Чувствуете, да? Как сверху вниз идет тепло. Так вот, давайте определим победителей. Кому достанутся бесплатные сессии мастер-класса и бесплатный аудит резюме. Первый капитан, а просто хлопаем, с точки зрения шума хлопанья мы услышим, кто капитан победил. Первый капитан. А, нормально. Девушка-капитан. Погромче. Даша. Уже на уровне. И Александр. Ну, на мой взгляд, есть тройка победителей, да? Вот, ну, как бы, вот они все втроем. Но так как я сегодня добрый, я сегодня сделаю так, что четвертому месту мы подарим аудит резюме. Так что вы потом обязательно подойдите ко мне, мы с вами меняемся контактами. И вам тоже. А вы и вы от меня получите получасовую скайп-сессию для того, чтобы разобраться в своих карьерных целях. Вообще, кстати, весь коучинг карьерный, чем именно я занимаюсь, он проходит онлайн. Вам очень удобно всегда находиться в том месте, где вы находитесь, потому что мы с вами связываемся в скайпе. Или скайп, или чат. Любой видеочат, где можно видеть реакцию и эмоции друг друга для того, чтобы работать вместе. Итак, мы с вами прошли самое главное. Вы сформировали себе задачу. Я уверен, что она примерно отвечает вопросу или информации, написанной на этом слайде. Вы бы хотели задуматься над тем, каким способом быстро, желательно завтра, решить поставленные задачи в области своей карьеры. Поднять свою стоимость на рынке, чтобы вас оценивали больше. А еще лучше увеличить свою заработную плату, найти способы, как это сделать. И для того, чтобы это решить, вам хочется услышать решение. Да? Да. 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 Вот, вот я чувствую, что действительно людям это нужно. Так вот, я вас должен разочаровать. Быстрых решений не бывает. Мгновенной волшебной таблетки не существует. Как вы думаете? Почему? Спасибо. Что вы имеете в виду? Ну, каждое свое ограничители, которые не мешают. Вот я бы трансформировал ваше выражение не с точки зрения ограничителей, а с точки зрения, давайте скажем, есть определенные условия. Я правильно же вас понимаю? Есть определенные условия, в которых каждый из нас находится. Вообще, жизнь и карьера, оно достаточно процессное существование. То есть, это такое процессное, во времени разнесенное. Это значит, что для того, чтобы принять решение, сегодня, мы уже с вами говорили, мы следствие тех решений, которые мы приняли раньше. Теперь нам нужно начать готовить следующее решение, которое выведут нас на новый уровень, на другой уровень. Вот именно поэтому задача моя столкнуть вас с этой точки зрения, на которой вы находитесь сейчас. Задача моя помочь вам найти в себе силы и внутренние ответы на те сложные вопросы, касательно своей карьеры. А что мне конкретно нужно делать для того, чтобы с завтрашнего дня начать движение к своей карьерной цели по росту своей стоимости и зарплаты? Домашнее задание номер три. Только что проговорил. Кто сможет повторить? Что мне нужно делать с завтрашнего дня по росту своей стоимости? Браво. Спасибо большое. Запишите, пожалуйста, себе, а что я должен делать с завтрашнего дня, непосредственно в своей работе, где я нахожусь? По отношению к своей должности, по отношению к своим функциям, по отношению к своему руководителю, по отношению к своей работе вообще в целом, чтобы в результате я пришел к достижению чего? Цели, которую я записал в домашнем задании номер два. Правильно? Мы выстраиваем систему. Система, которая поможет вам держать за нее, найти и достичь тех задач, которые вы себе поставили. Проблема в том, что, к сожалению, мы все ждем каких-то быстрых решений, как бы то ни было. Это наша человеческая природа. Мы хотим быстро и сразу стать красивыми. Мы хотим быстро и сразу стать приобрести спортивную форму. Мы хотим быстро и сразу выучить английский язык. Кто начинал учить английский язык много-много раз? А кто начинал, кто обещал не есть сладкое по вечерам? Кто хотел заниматься спортом и даже, может быть, купил абонемент в фитнес, но так туда и не попал? Бывает? Да, я тоже так считаю, да. И вообще, сегодня, кстати, четверг. Лучше начать новую жизнь с понедельника. И с нового года? Нет, нет, с нового года слишком долго ждать, потому что вот недавно прошел. Ну, к себе уже не отвечу. С понедельника нормально, сегодня четверг, пятница, суббота, воскресенье. А с понедельника можно начать. Поэтому книги «7 быстрых шагов по достижению высоких результатов», «5 шагов по достижению того-то» или «Любовь за три свидания» – это все не работает. Быстрых решений в карьере не существует. Но есть проверенные опытом, есть проверенные, доказанные, напримерить учеников, с которыми я занимаюсь каждый день, шаги и решения, которые позволяют дойти из точки А в точку Б. И мы сейчас попытаемся, я вам расскажу, и вы увидите сами, как это все работает. Но, несмотря на ваше позитивное настроение, несмотря на то, что вы все настроены сейчас посмотреть фильм, записать свою карьерную цель, возможно, даже задуматься над тем, а что вы будете делать прямо с завтрашнего дня, я хочу вам сказать одну печальную, на мой взгляд, вещь. Ольга, которая была на прошлом задании, на прошлом же были, да, 25 января, да, подтвердит, что всего лишь 3-4 человека максимум подходят ко мне из всего зала и говорят, Роман, я хочу с вами работать. Я хочу попасть в вам карьерный коучинг и начать работать по достижению своей карьеры. Все остальные молча проходят, говорят спасибо и домой. Для того, что почему? А так комфортно. В принципе, если вы находитесь в том месте, где вы сейчас находитесь, значит, это вас отчасти устраивает. Я не хочу, чтобы вы махали головой, да, нет, скажите наоборот, нет, не устраивает. Вы сегодня пришли сюда, но есть такая ментальная ловушка в нашем психике, что если мы считаем, что мы сделали что-то, например, вот я сегодня, вот если, например, каждый из нас когда-то думает о своем фигуре, о своей фигуре, я тоже иногда в этом думаю. И я думаю, что так вот я сегодня не буду есть ничего жирного, там, мучного и все остальное. Там обед, да, я продержался, ужин. Я же в обед не ел же ничего мучного, я могу вечером съесть что-нибудь вкусненькое, да. Проблема в том, что приход на этот мастер-класс не является шагом вашим по изменению своей карьеры. Это не работает у вас, не ставьте себе галочку, что вы что-то уже себе сделали. Приход на этот мастер-класс является возможностью узнать, как сделать последовательность шагов для того, чтобы достичь своей карьерной цели в случае, если вы будете А. Выполнять домашние задания, как все те, кто находится в карьерном коучинге со мной, думать об этом, реализовывать их, ставить новые себе задачи, ставить, выполнять, ставить, выполнять. И так двигаться по достижению своей карьерной цели, которую вы что? Записали себе сегодня в ваши ежедневники. Понимаете? На самом деле ситуация очень простая, все в ваших руках. Ведь если вы захотите изменить свою карьеру, захотите добиться высокой зарплаты, это можно сделать, причем достаточно быстро. Вы сейчас работаете? Вот как вы думаете, от кого зависит возможность повышения вашей зарплаты? От себя. Безусловно, да, но есть понятие штатное расписание. От HR. От HR, от директора. Если с директором находиться в состоянии, что выполняя работу, ну так или шатко, не шатко, не валко, есть шансы вырасти? Нет. А если светиться, если брать на себя дополнительную ответственность, если каждый раз, выполняя задание, делать его от сердца, от души, какое создаются впечатления об этом человеке? Что он проактивный. Что дает проактивность в глазах других людей, других коллег? Зависть иногда. Это понятно, но у нас, тех людей, которые сегодня здесь, и которые решили сделать шаг в изменить свою карьеру, мнение других окружающих коллег, которые рядом с нами, не волнуют. У нас есть другие люди, которые принимают решения, которые могут повлиять на мою карьеру, на мой уровень жизни. То есть наше все внимание и задачи должны направлены быть куда? На то, чтобы... Верно. И это еще один сегодня секретный код, который позволит вам двигаться вперед. Соответственно, если вы постоянно себя проактивно ведете с ними, они так или иначе, рано или поздно вас заметят, и даже не нужно ничего просить. Помните, как мастер и маргарита, кто помнит эту фразу? Воланда, да? Никогда ничего не помнит. Да, не надо ни у кого ничего просить. Они придут и сами... Но для этого ты должен быть незаменимым человеком для них. Для этого ты должен быть сотрудником, который решает самые сложные, самые серьезные моменты. Когда все уходят, а ты остаешься и делаешь. Когда все говорят, а мы не можем, а ты берешь и достигаешь результата. Вот тогда это еще один способ для того, чтобы двигаться вперед. И это технологии, которые прорабатываются. Знаете, удивительная вещь? Мы сами себе считаем, что мы во многом профессионалы. Это так, безусловно. И то, что нам кажется очевидным, мы даже об этом никому не говорим. Ведь это же и так понятно. Вы в чем больше всего профессионал? В обучении. Но вы же об этом не кричите на каждом углу. Вы и сами это знаете. Правильно? Человек со стороны не видит себя. Для того, чтобы увидеть, какой вы профессионал, вам нужен человек другой, который со стороны вам скажет, поможет, увидит какие-то плюсы, минусы. Помните раньше, в то время, когда мы были маленькими, у наших мам и пап были наставники? Это люди, которые помогали им на работе. Это более профессиональные люди, которые мастера своего дела. Они подсказывали, как нужно двигаться по направлению к тому, чтобы достигнуть этих целей. Итак, движемся дальше. Итак, всегда можно достичь цели, как я вам уже говорил, самостоятельно, по книжкам. Очень много книг сегодня полезных есть, которые я рекомендую вам прочитать. Наверное, ну, вот здесь есть хороший магазин, напротив, если вы зайдете в раздел продажи. Почему продажи? Спасибо. Кто-нибудь задумался об этом, что вообще устройство на работу и рост карьеры – это продажи? Капитан поднял ручку. А еще кто-то задумался? Да, да, конечно, это продажи. В раздел коммуникации, ораторское искусство, умение слушать, в раздел управления имиджем. Почему это все так важно? Правильно, абсолютно верно, спасибо вам большое. И для этого всего существует, надо просто набрать в интернете топ-100 книг по имиджу, топ-100 книг по ораторскому искусству, топ-100 книг по продажам. Прочесть их, и, собственно, все, вопрос будет решен. Медленно и верно вы будете двигаться к той дороге, которую вы решили себе. Можно пойти по другому пути. Как вы думаете, почему олимпийские чемпионы не становятся чемпионами по книжкам? Кто может им помочь стать олимпийским чемпионом? Тренер. А может ли быть такое, что тренер не является олимпийским чемпионом сам? Может. Да. У тебя же тренер хоккей, да? Вот смотрите, молодой человек, просто я, ну, отчасти мне повезло, я знаком с его родителями. Вот. Ваш тренер, вы же все... Вот встань, пожалуйста. Хоккей, смотри, они высокие, красивые, здоровые. А, ну, и есть еще более старшая команда, да? Да. Спасибо большое. А ваш тренер, он, может быть, не очень высокого роста, да? Может быть, не очень мускулистый. Нет. У него добрый взгляд. Нет. Ну, условно говоря, потому что он... Но почему вы все его слушаете? Уважение. А еще? Потому что он знает, как. Да, но он знает больше и может получиться. Не обязательно больше. Он знает, как привести команду к чему? К победе. К победе. Можно заниматься, как угодно. Можно делать все, что угодно. Лишь бы был результат. Но нам же не нужен результат. Нам нужно что? Победа, правильно? Поэтому необходимо найти тренера. Найдите себе коуча. Лучшего, который есть. Определите ту задачу, в которой вы хотите стать номером один. Найдите человека, который, может быть, тоже в этой ситуации есть номер один. Позанимайтесь с ним. Заплатите ему любые деньги для того, чтобы он смог вас довести быстро. Потому что путь самореализации может быть. Но вопрос длительности пути. Никто не расскажет вам самые главные секреты, которые он знает сам. Вот тренер команды знает точно. Поэтому команда слушается его. Сколько раз человек в команде? Ну, вообще, вот на поле. Тридцать два, тридцать три. Тридцать три человека слушают. Он выходит и спокойным, тихим голосом говорит, что нужно. Иногда прикрикивает, да? Да. Иногда. Да. А как еще заставить тридцать два человека бегать за одной шайбой? Никак. Просто у них есть самомотивация. Они хотят победы. Если вы хотите победы, вы будете внимать всему тому, что говорится. Итак, несмотря на то, как мы говорим о том, что сейчас вы уже сделали свой первый шаг по направлению карьеры. За то время, которое мы здесь с вами говорим, я вам столько сказал полезных вещей, что если записывать их подряд, то получится уже целый тетрадный лист. Но, смотрите, есть еще одна задача. Вы сегодня приходите домой и говорите, слушайте, там, или близким, или знакомым. Я сегодня ходил на мастер-класс по карьере, я знаю теперь, как надо двигаться. Для меня нет никаких преград. Я четко пойду вперед. Я вырасту в стоимости. Я уверен, что мой начальник поднимет мне зарплату. Как вы думаете, какая будет реакция у ваших близких в этот момент? Что они сделают? Какой элементарный жест? Ну, вот покрутят у виска. Скажут, да-да, хорошо. А что еще у вас учили на мастер-классе? Проблема в том, что нам не надо развешивать уши. Есть такая ситуация, что если вы уверены, что вы что-то сможете, оставьте эту энергию при себе. Потому что людей, которые не верят в себя, очень много, очень мало тех, кто верит в себя. И вот эту стоимость, вот эту самую энергию, которая у вас есть, которой вы поверили в себя, хотя бы немного стать, чуть-чуть лучше, сохраните ее в себе. Начните двигаться. Вот когда у вас появятся первые результаты, вы скажете, а помнишь, я ходил на мастер-класс? Вот, типа, вот тебе подарок, там, да, вот новый айфон, там, я не знаю, или что-нибудь еще. Скажут, о-о-о, а куда сходить, мне тоже хочу на мастер-класс ходить. Вот задача не вестись на негативную реакцию. Это очень важно. Это базовые вещи, которые помогают понимать других людей. Услышали, промолчали. Где сегодня был? Ходил на мастер-класс. Что сказать? Да ничего хорошего, ерунда. Все. А что? Полная тетрадка домашних заданий. И вот сидите вечером и работаете. Вот, вот эту задачу я понимаю. Несмотря на то, что над вами может даже сейчас быть некие финансовые сложности и проблемы, постарайтесь не зацикливаться на том, что есть сейчас. Сориентируйтесь на той цели, которую вы хотите добиться, которая записана у вас в вашей тетрадке, и вы ее сегодня проговорили. Это очень важно. Движемся дальше. Как я вам уже говорил, вы те люди, которые для себя сделали выбор. Помните фильм «Матрица», да? Дают красные таблетки или синие. И тогда вам нужно выбрать момент, а где вы хотите находиться в той реальности, которая сейчас у вас, «Вроде так, все нормально, но нет айфона, ну и ладно, там. Едем на хорошей машине, ну и что, что дороже есть, ну и ладно. Ну и хорошо, можно и в Сочи отдохнуть, тоже нормально. Я не призываю вас к тому, чтобы критиковать вас, нет. Я хочу сказать о том, что сегодня, в принципе, можно жить, ничего не меняя. Ведь никто же не умер от этого? Нет. Но помните, что сделал герой, да? Он выпил, мне он выпил синюю таблетку или красную, я же не помню, какая. Красная, красная. И тогда у него жизнь кардинальным образом изменилась. Он попал в новый мир, где к нему стали предъявлять новые требования. Вот Эдуард, да, вот мы сегодня с ним говорили, он сегодня главный юрисконсулт. А потенциально он хочет быть генеральным директором. Как вы думаете, уровень нагрузки, эмоциональная составляющая, время, которое занимает, вот сейчас у него, и когда он станет генеральным директором, будут одинаковые? Нет. Он будет постоянно в работе, постоянно в драме, в решении каких-то задач. Но это ему нравится. И этого он хотел бы? Конечно. Вот, получается, таким образом ты понимаешь, что ты хочешь изменить. Или остаешься здесь как есть, и в принципе тоже нормально, или идешь туда, где ты еще не знаешь, что. Это новая территория. Вот, понимаете, с каждым рублем, который работодатель платит вам больше, какая мысль у него возникает в голове? Чем ценнее. А за что? Да, но этот ответ правильный. А за что я буду платить ему больше? И вот здесь вы должны себе ответить на этот вопрос. Мы сегодня начали разговор с Эдуардом о том, что он мне говорит, посмотри, пожалуйста, мое резюме. Я говорю, хорошо. А как ты думаешь, а что такое резюме? Что такое резюме? Что-что? Уникальное торговое предложение. Верно. А что еще? Кто работает в бизнесе B2B? Ну, когда одна компания продает что-то другой компанией. Спасибо. Что вы посылаете своему контрагенту или клиенту, которому хотите что-то продать? Коммерческое предложение. Как вы думаете, вот если вы в коммерческом предложении напишите неразборчиво и непонятно, что вы хотите продать, вероятность заключения сделки какова? Как долго вы работали над текстом коммерческого предложения? По-настоящему. То есть немало. Немало. Вы его оттачиваете, получая обратную часть от клиента, вносите туда изменений. Как вы думаете, резюме чем-то отличается от коммерческого предложения? Нет. Это то же самое коммерческое предложение себя. Возвращаясь еще к одному вопросу. А что такое вакансия для работодателя? Мы сейчас немножко в сторону ушли. Я просто хочу, чтобы это понятие возникло у вас в голове. Вот кто руководитель? Есть у кого в подчинении сотрудники здесь? А? Хорошо. Как вы думаете, что для вашего руководителя вакансия в его подразделении? Проблема. Проблема, конечно, это проблема. И в тот момент, когда у него возникает проблема, ему нужно будет ваше резюме. Ведь когда проблемы нет, резюме не нужно. Задача резюме в том, что в этот момент оно должно попасть к нему на глаза и ответить на один главный вопрос. Какой? Спасибо вам огромное. Вот на этом, в принципе, можно закончить мастер-класс. Так как вы все теперь уже очень продвинутые, вы поймете, как себе это транслировать. Каким образом резюме может мне помочь получить ту заведомую вакансию, розовый должности или что-то еще для того, чтобы... Еще раз повторите, пожалуйста. Решить проблему работодателя. Это было маленькое коммерческое отступление, чтобы вы подумали. Так, я хочу немного проскочить. Вот мы подходим к теме управления карьерой. Управление карьеры, по большому счету, ничем не отличается от управления автомобилем. Кто вводит автомобиль? Отлично. Идите сюда. Вот микрофон. Звезда. Да. И на видео, и на фото. То, что я сейчас буду говорить за вопросы, задумайтесь над этим упражнением сами, каждый для себя. Когда вы, как водитель, хотите попасть куда-то, приехать, попробуйте нам сказать в формате, вот, переложив это на свою карьеру. Понимаете, о чем я говорю? То есть, приехать – это достичь какую-то цель. Вот, когда вы хотите куда-то приехать, что вы делаете? Честно? Ну, конечно. Честно? Честно? Достичь зрения – достижение целей. Это вот что, как мы будем говорить? Алгоритм или простраиваем маршрут движения. Что дальше? Ну, выбираем максимальный путь. Это хорошо. Дальше. Навигатор – все, посмотрели. Я думаю. Сначала нужно дойти, наверное, до машины, чтобы она была на месте. Машина для нас в этом случае что? Средство. Средство или в нашем формате, деловом языке это что? Стройный повод. Стройный повод. То, что мы можем использовать для достижения своей цели. Как это называется? Ресурсы. Это ресурсы. Ресурс автомобиль. Но в нем тоже есть еще ресурсы, правильно? Какие? Бензин. Колеса, бензин. А если нет колес, сможешь доехать? Нет. Нужно посмотреть на индикатор бензина, правильно? И посмотреть, достаточно ли, чтобы доехать. А, почему там с ней сошли? Да. Второе. Ведь вы же знаете, куда вы хотите приехать? Ну, предполагаете. Ну, вот я для этого пришла, чтобы вы четко понимаете. Правильно. Ну, когда вы хотите приехать. Вот, например, если бы вы ехали сюда. С машиной проще. То есть, когда вы четко определили точку прибытия. То есть, вы в начальной точке, у вас есть точка прибытия. Вы по навигатору посмотрели, сколько вы едете. Вы посмотрели, какие ресурсы вам нужно будет найти, чтобы до этого. Расскажите теперь нам, как построить карьерную стратегию. Микрофон поближе, чтобы было громко. Ну, сначала надо определиться с точкой, когда вы хотите приехать. Ну, получается, понимать сферу, понимать, сколько вы хотите зарабатывать, понимать, какую позицию вы хотите занимать. И главное, мне кажется, понимать, что вы хотите заниматься тем, что вам нравится. Потому что если вам это не нравится, просто там статус, деньги, что-то, вы выгорите. До этого не достигнете. Ну, с чем я вас столкнусь в этом случае. Второй момент – это цели, это пункты. Ну, соответственно, вам нет один выгран какой-то. Это колеса, бензин и машины. Права. То есть, опыт управления машиной. Вот, опыт и вообще намерение здесь машины поют. Отлично. Давайте поаплодируем. Огромное спасибо. Кто еще хочет рассказать, что такое карьерная стратегия, идите сюда. Вы же умеете водить машину? Конечно. Расскажите нам, как построить карьерную стратегию? С точки зрения машины. Для всех нас. Для начала необходимо получить водительское удостоверение. В формате вот этого. Что это такое водительское удостоверение для того, чтобы ехать? Вот давайте говорить о человеке, который работает где-то. Что для него является водительским удостоверением? Переформатировка. Диплом. Диплом. Диплом об образовании. Еще, еще, еще. Опыт. По большому счету нам нужен, чтобы достичь должности руководителя, нам нужен опыт в этой должности. Или должность хорошего исполнителя. Там и навыки какого-то управления. То есть у нас должен быть какой-то опыт. Опираясь на свой опыт, что мы делаем дальше? В рамках управления автомобилем. Мы хотим куда-то приехать. Из точки А в точку В. Да, то есть, например, вы сейчас получили опыт, знания, и теперь хотите его куда-то применить. Да, супер. Ну, да теперь сами. Так, давайте заново. Я уже закончился. Хорошо. Саня. Успел закончиться. Для начала необходимо, чтобы прийти от первоначальной стадии к высшей стадии. Для того, чтобы двигаться в указанном направлении, необходимо понимать, для чего это делать, что нужно делать. Это, соответственно, рулить, педали, если я опираюсь на автомобиль. И понимать четкое, свое четкое намерение. Зачем я этого хочу? Спасибо большое. В принципе, не сложно, если это поразмыслить. Если поразмыслить, да. Да, спасибо. Сходу бывает трудно. Ну, да, спасибо. Давайте поаплодируем. Соответственно, нашим домашним заданием будет очередным для того, чтобы мы могли двигаться вперед, даже самостоятельно, даже без моей помощи. Продумать путь своего движения. Это и есть карьерная стратегия. Когда вы понимаете, где вы находитесь сейчас, представляете конечную точку, точку прибытия. Это примерно тот вопрос, на который вы хотели ответить, только более четко развернутый. Понимая о том, какие мне понадобятся ресурсы. Например, я хочу быть директором по маркетингу крупнейшей иностранной компании, работающей в России. Это я про себя говорю. Например. Соответственно, если я директор по маркетингу крупнейшей западной компании, что у меня должен быть, а, опыт работы в западных компаниях. У меня должен быть, как минимум, MBA в области маркетинга. У меня должны быть успешные проекты. Я смотрю на свой опыт. Смотрю, чего-то не хватает. Соответственно, в моей цели, в моем маршруте, нужно заехать в какую-то деревеньку, Сколково, например, и получить необходимое образование. Или в какую-нибудь компанию, типа Nestlé, для того, чтобы получить международный опыт, чтобы потом попасть в какую-то компанию BigFot, в Маркетинзе или еще куда-то, для того, чтобы у меня получилось то, что я хочу. Понимаете, о чем я говорю? Что это такое, вот эти вот деревеньки и вот эти вот компании? С точки зрения, давайте в терминологии цели. Еще раз. Дорожная карта, хорошо. И на ней стоят промежуточные цели, все верно. Так вот, следующим заданием, а какие промежуточные цели я должен пройти для того, чтобы... То есть, вы понимаете, сколько вам всего нужно знать для того, чтобы построить карьерную стратегию? И об этом нужно думать. Думать – это самое главное, о чем я сегодня вас призываю. Что-что? Само собой. Дальше. Так как в любом случае мы все прекрасно знаем, что для достижения любой цели нам потребуется что? План. Любого руководителя спросите, прежде чем что-то делать, любой компании, любого дела, всегда требуется план. Что такое план? Мы с вами описали карьерную стратегию, да? Вот это движение от точки А в точку Б. А где появляется план? В каком моменте? Вот давайте здесь дальше, в машине. Встать из дома, отойти до машины, открыть машину, завести машину, проверить бензин, рассчитать время прибытия, заехать туда-то, остановиться на карьерную стратегию. Понимаете, о чем идет речь? Вот здесь возникает план движения, достижения этой карьерной цели. Последовательность действий, которые приведут нас. Если стратегия, это в принципе, я хочу занять должность директора по маркетингу крупной иностранной компании, то план движения к этой должности, это последовательность шагов, которые меня должны туда привести. И еще неплохо было бы, если бы они были, какие? Определения во времени, раз, показателями, какими поставлены, да? И было бы вообще идеально, если бы я понимал, а могу ли я их сделать, и какие мне еще для этого потребуются ресурсы, сколько мне бензина нужно, или денег, или чего-то еще. Все, отлично, с этим у вас тоже все понятно. Но, несмотря на то, что каждый из вас может наставить и дома придумать и стратегию, и план, почему-то вы все сегодня пришли сюда. Почему? Вспоминаем те цели, о которых вы сегодня себе поставили. Узнать что-то надо. Потому что каждый из вас, я уже об этом говорил, стоит гораздо больше, несмотря на то, что вы считаете, что сейчас вы стоите. И для того, чтобы прийти туда, в другой цели, в другой стоимости, в другой зарплате, нужны практические действия. Часть этих действий вы узнали сейчас в процессе. Часть этих действий мы еще с вами узнаем дальше. Поэтому мы движемся дальше. Мне бы хотелось акцентировать внимание на том, что, когда вы недополучаете деньги, вы получаете проблему. В виде депрессии, в виде кризиса, в виде расстройства от того, что на самом деле у вас постоянно возникает мнение, что мне недоплачивают. Кто так думает? Должны вы платить больше. Вот, да, мы здесь с вами все. А на самом деле платят меньше. А все начинается с того, что существует понятие чистого убытка. Он формируется тогда, когда вы в процесс возникновения проблемы у работодателя не смогли более точно определить. Вот когда возникла проблема, вы вроде сказали, я вроде могу решение решить, а вроде не могу. Или пришел бы человек, который сказал, я точно могу решить эту проблему. Как вы думаете, кому бы вы заплатили больше? Конечно. Для того, чтобы четко объяснить себе, в первую очередь, и работодателю, а что такое, как я могу являться, и чем я вообще являюсь с точки зрения работодателя, как решением рабочего, проблемы, которая перед ним возникла, возникает понятие своего собственного персонального карьерного позиционирования. Кто имеет отношение к маркетингу здесь? Кто-нибудь в области маркетинга? Хорошо. Когда я вам говорю понятие бренд, например, там, Кока-Кола, что происходит у вас в сознании? Праздник к нам приходит. Образ. Все верно. Все верно. Мы об этом чуть дальше поговорим. Так вот, персональное позиционирование позволит вам в процессе работы, выработке этого по определенной технологии, создать такое представление о себе, что работодатель четко поймет, но не обязательно это должен быть новый работодатель, это может быть ваш руководитель, это может быть руководитель проекта, который сейчас формирует проектную команду внутри вашей компании, для того, чтобы, почему он должен взять вас. Или, например, в компании открывается вакансия генеральный директор, и ваш собственник точно понимает, что надо взять Эдуарда, потому что он лучший кандидат на эту позицию. Проблема в том, что то резюме, которое у вас сейчас есть, и это подтверждает факты, оно никуда не годится, потому что они все абсолютно безликие. И это еще один элемент построения вашей карьерной стратегии в области повышения стоимости и заработной платы. Что такое резюме, как мы с вами сказали? Это лучший образец продающего текста. Для того, чтобы составить этот лучший образец продающего текста, нужна большая работа над самим собой. Состав этого резюме составляет ваши личные качества, ваш опыт, ваше образование. Это все простые вещи, которые, вроде казалось бы, мы говорим, но самое главное, совокупность подачи этой информации должна показать работодателю о том, сказать работодателю о том, какую проблему вы решите. Причем она должна сказать так, чтобы сразу захотелось заплатить ему больше, чем кому-либо остальным. Вот это самая главная проблема. В результате недополучения такой суммы, как 25 тысяч, например, если бы вас приглашали на новую работу, то по году убыток сколько может составить? 50 и 75, разница 25 тысяч всего. 300 тысяч. За 300 тысяч можно купить какую-нибудь маленькую машинку, на которой доехать до своей карьерной цели. Это большие деньги, в принципе. А если мы говорим о должности топ-менеджера, а если мы говорим о должности директора или так далее, там речь идет о сотнях тысяч. Поэтому ваша задача научиться концентрированно излагать информацию о себе. Это в первую очередь. Именно этим мы занимаемся в моих занятиях. В первую очередь, с чего мы начинаем работать? Построение цели. Когда мы четко определяем, чего мы хотим достичь с моими учениками, мы дальше идем. А как формировать персональное позиционирование? В процессе работы, задавания определенных вопросов, написания, ответы, работы со своим опытом, переживания тех самых успешных моментов, которые были в вашей профессиональной биографии. решение самых сложных задач и рождается это профессиональное позиционирование. Движемся с вами дальше. К сожалению, здесь у нас уже нет возможности об этом остановиться. Но вот я бы хотел сказать вот один момент. На одном из сайтов, посвященных поиску работы, я видел недавно рекламу, что у них размещено 17 миллионов резюме. И в это время всего 400 тысяч вакансий. Каков шанс попадания в эти 400 тысяч? Кто может посчитать? Ну, если может быть калькулятор у кого-то есть. Или хотя бы приблизительно. 17 миллионов и 400 тысяч. Ну? 0,3. 0,3, да. При том, что наши резюме в большей степени не отвечают на вопросы, какую проблему работодатели можем решить, наши шансы не просто повышаются, они падают. Но, чтобы буквально закрыть эту тему, мне бы хотелось сказать следующее. У рекрутера всего 10 секунд на просмотр профессионального рекрутера, 10 секунд на просмотр вашего резюме, если вы будете искать работу. Он останавливается на 4 самых главных моментах. в чем вы профессионал, какова была ваша последняя должность, последняя компания и образование. Совокупность вот этих ответов на эти вопросы и дает основу формирования персонального позиционирования. Я провел маленький эксперимент и попросил 100 своих знакомых прислать мне резюме. 70 из них прислали. И я начал с ними работать для того, чтобы посмотреть, что такое аудит резюме. Аудит резюме – это когда я беру резюме и читаю его внимательно. Я пытаюсь, перед этим я разговариваю с человеком для того, чтобы понять, а что в его профессиональной карьере было самое интересное, куда он движется, что для него важно, что он хочет добиться, каких целей он хочет добиться. Потом я пытаюсь соотнести то, что я услышал от человека, с тем, что написано в резюме. И понимаю, что там все очень плохо. Начинаю писать, корректировать и делать это все. Я себе поставил задачу, это было полтора года назад, я проводил эксперимент. Моя цель была 100 аудитов сделать, я сделал 70, потому что мне больше не прислали, видимо, никому не нужно было. Причем бесплатно абсолютно. Еще 30 осталось. Что? Еще 30 осталось. Нет, нет, уже не осталось. Я начал писать. Проблема заключалась в том, что когда я начал это делать, одно, второе, третье, я понял, что я пишу примерно одно и то же. И я сделал для себя вывод, что проблема наша общая, потому что когда мы формируем резюме, мы в лучшем случае заполняем анкету на сайте или берем какой-то старый вардовый файл, который нам кто-то когда-то прислал или кто-то мой знакомый когда-то устроился на работу, и у него было классное резюме, я по нему сделал. Соответственно, моя задача сейчас вам рассказать, что задуматься в первую очередь о том, а как вы представлены в резюме для того, чтобы понимать, куда двигаться дальше. Это тоже элемент карьерной стратегии, плана, который мы с вами проходим, в случае, если вы принимаете решение и идти дальше. Это мы все пропустим. Сложная работа, мы уже с вами говорили, что это очень тяжело. Я уверен, что вы знаете о том, куда вы шли, поэтому буквально два слова расскажу о себе. Последние 16 лет это работа в корпоративном бизнесе, это банки. Я был участником объединения крупнейших российских банков, Росбанк, ОВК, Инвесбербанк, мы продавали группы финансовой ОТП, и потом мы приобретали свой собственный банк. С 2012 года я занимаюсь проектом «Бизнес-завтрак». Может быть, рекомендую вам всем посмотреть. В YouTube есть много видео, где приходили интересные, успешные люди и рассказывали, делились секретами своего успеха. А с 2015 года, уже второй год, я веду свои образовательные проекты, делюсь всеми знаниями управления карьерой, а в компаниях я занимаюсь консультированием непосредственно компаний с точки зрения построения систем управления. И вот сегодня я, кстати, хочу буквально одну секунду остановиться на этом. Я разговаривал о том, как правильно выстраивать систему управления, основанную на ценностях. Директора, которые собрались там, они говорили, что мы не верим в то, что это может работать. Я говорю, скажите, пожалуйста, в вашей компании ценности есть? Да, конечно, они у нас висят. Я говорю, хорошо. А что произошло после того, как вы их выработали и повесили на стену? Все. Тогда, конечно, они не будут работать. Я говорю, а миссии у нас тоже не работают. Я говорю, а что с вашей миссией произошло? Мы ее написали на сайте. Я говорю, а дальше что? А люди ее понимают, они ее разделяют, они понимают, куда идет компания. Вы с ними как часто это обсуждаете? Как регулярно вы даете обратную связь, соответствует ли сотрудник или не соответствует? Так вот, еще проблема в том, что качество и уровень наших руководителей сегодня в России недостаточно высокий. И мне очень хочется, чтобы, когда вы встречаетесь с подобного рода руководителем, вы помогли ему самому разобраться в том, что для вас важно. Ведь вы же уже понимаете и стратегию, и планирование, и постановку целей, и самомотивацию для того, чтобы двигаться вперед. А в перспективе, я надеюсь, каждый из вас станет тоже большим руководителем, и в этом в целом наша сторона только выиграет, потому что мы все здесь живем, и от того, какое качество будет управление, настолько люди будут счастливы, потому что счастливые люди, сотрудники работают лучше, эффективнее. И мне очень хочется, чтобы каждый из вас этих целей добился. Это мы тоже с вами пропустим. Мне бы хотелось провести маленькое упражнение, снова в группах, для того, чтобы вам немножко взбодрить и оживить. Когда вы говорили о том, в чем вы профессионал, мне бы хотелось, чтобы вы сейчас заострили на этом внимание. И начиная свою стратегию карьерную с точки прибытия, с пониманием, куда вы хотите дойти, я бы хотел, чтобы вы сделали два упражнения. Первое, вы бы сказали, где я нахожусь сейчас с точки зрения своей профессиональной карьеры, и куда я хочу прийти. Всего два предложения. Задача команды сказать, реально это или нереально, и задать какие-то уточняющие вопросы. А почему? А зачем? Понятно? Скажите, пожалуйста, да, что понятно. Да. Да, отлично. Итак, мы снова в командах. Александр, например, говорит, я сейчас работаю там-то, я хочу достичь того-то. Вот, и это моя карьерная стратегия. А вот вас как зовут? Татьяна Тенкова говорит, слушай, а я тебе не верю. А почему? А зачем тебе это? Помогите друг другу сформировать более качественно вот эту цель. А это очень важная работа. Услышать. Сейчас вы на этапе постановки цели. Скажи о том, о чем ты думаешь сейчас. Ничего страшного, мы же здесь не, где там в суде присядем. Задача понятна, разворачиваемся, начинаем работать 5 минут, а потом мы с вами пообсуждаем эту задачу. Водички не берем. Ничего себе. Ничего страшного. Ничего. Ничего страшного. М火 на пути рынка. Тиминки. Кабаровская. А вы? Что надо делать? О, здесь? А у меня же зарубежная была стажировка? Какой навык вы приобретаете в процессе обсуждения? Вот прямо сейчас. Сама презентация. Сама презентация, раз. Еще. Особности. Особности понимания, куда вы хотите двигаться, да? Целеполагание. Целеполагание, верно. Ведь не так легко на самом деле рассказать незнакомым людям, чего вы хотите, да? Какую карьерную цель вы добиться хотите? Но если это делать регулярно, самостоятельно занимаясь перед зеркалом, со самими близкими знакомыми, не те, которые вам мешают, а с теми, которых вы можете доверять, то можно хорошенько двигаться вперед. Вы закончите это дома. Теперь у нас ситуация следующая. Кстати, у нас в процессе наших мастер-классов команды, которые сидели по этим рядам, объединяются в WhatsApp-группы и продолжают общаться для того, чтобы помогать друг другу двигаться в направлении карьерных целей. Это очень интересно, мотивирует людей, поэтому, если вы хотите, вы можете в своих группах создать вот эти чаты и продолжать общаться, ведь на самом деле все люди очень интересные. Я напишу свой телефон, можете меня тоже подключить к этим чатам, поэтому, пожалуйста. Запишите сейчас на листочке, как вы думаете, сколько вы стоите на рынке или в своем телефоне. Какова ваша рыночная стоимость? Причем постарайтесь не стесняться. Чем больше фантазии, тем лучше здесь. Перефантазировать тяжело. Сколько я стою или сколько я хочу стоить? Как вы считаете, какова ваша стоимость на рынке труда? До налогообложения. Или после, да? В евро или в долларах? В рублях или в ктугриках? В Российской Федерации или в Соединенных Штатах Америки? По упрощенной системе. Закончили? Скажите «да», пожалуйста. Да это быстро. Никто не закончил, да? Никто не написал. Да, написали, отлично. Следующий сейчас слайд будет. А какая ваша зарплата? Напишите рядом с этой цифрой. Нет, нет, пожалуйста, напишите рядом с этой цифрой, которую вы написали, в вашу сегодняшнюю заработную плату. Написали? Разница существует? Она вас мотивирует? Разница мотивирует идти туда, в заоблачные дали? Мотивирует? Вас мотивирует разница? Или нет? А вас? И вас мотивирует. Саша тоже, да? Отлично. Кого не мотивирует разница? Есть такие? Почему? Сколько? 50 тысяч всего? Что нужно сделать, чтобы кратная разница была? Вот, чтобы, как сделать такую вашу стоимость, чтобы вы почувствовали, что вот эта разница будет вас мотивировать? Куда вам нужно, вот в какое направление нужно двигаться, как вы думаете? Раздвинем границы. Сложно, я уже думал, а по полу, интересно, это все сложно. А в чем сложность? Купили билетный самолет. Не, 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 не. Если здесь заниматься контролем организации большого числа людей и приезжать в другую страну, то там все по другому все устроено. То есть я там не смогу так, раз приехал, все сделал. Это вам надо время много. Задача следующая. Как вы думаете, где ваша стоимость больше всего? В пространстве. Ну, вы сказали, вот здесь, в этой стране, эту стоимость поднять нельзя. Значит, мы понимаем, что эту стоимость можно поднять где-то в другом месте. Куда нужно приехать, чтобы разница эта выросла? Супер. Вот эта разница будет вас мотивировать к тому, чтобы двигаться по направлению к ней? То, что ты работаешь, чтобы получить эту разницу, он большой, он демотивирует. Хорошо. Значит, целей, стоимости нет. Я не знаю. Хорошо. Тогда ваша задача сегодня. Подумайте. Напишите варианты здесь, в другой стране. Вы знаете, вы на таймпаде регистрировались? На таймпаде. Вы получали от меня рассылку? Вы же знаете, куда нужно написать? Ответьте вот этим ответом и напишите мне сегодня, что вы подумали. Мы попробуем найти с вами какой-то вот вариант. Отлично. Я хочу вам дать еще один секрет. Мы с Александром уже сегодня его проговаривали. Секрет успеха вашей карьерной стратегии – это ваша стопроцентная эффективность. Несмотря на то, где бы вы ни ходились, где бы вы ни работали, если вы будете работать спустя рукава, шансы на то, что вас поднимут в должности, вас захочет купить какая-то другая компания, минимальная. Поэтому, знаете, такие есть детские очки, на которых глаза нарисованы, дети ходят иногда. Понимаете, о чем я говорю? Вот с сегодняшнего дня, с этой минуты, 9 февраля 2017 года, 20 часов, 43 минуты, каждый из вас сейчас себе виртуально одевает такие очки с этими нарисованными глазами. Только там вместо глаз написано «100% эффективность на рабочем месте». Это значит, что эти супер-волшебные очки не будут пропускать и не будут давать вам возможность делать те действия, поступки, заниматься теми делами, которые не ведут вас к достижению 100% эффективности. Жить становится легче? Нет. Труднее определить, что ведет, что не ведет? Ну, классно выкладываться за те же действия, 100% эффективности. Все будут хлопать, руки, говорить классно, да, давай. Отлично. Именно это, именно это, я и хочу, чтобы… А вот давайте, Александр, проведем ситуацию наоборот. Если вы станете работником со 100% эффективностью, какова вероятность того, что придя на собеседование в любую другую компанию, вы будете чувствовать себя абсолютно уверенно? 90%. Как вы думаете, человек, выглядящий уверенно на собеседовании, который говорит, что я работаю со 100% эффективностью и понимаю все, что я делаю, шансы его выше решить проблему работодателя? Вы бы, какой бы вы взяли человек, который уверен или который не уверен? Я случайно вашу сторону показал. Не знаю, я бы оценила, я бы не смотрела только на… Ну, только на уверенность, да? Хорошо, я добавлю еще один аргумент. Человек, который говорит, а что я там буду работать, выкладываться? Мне и так там платят такую зарплату, я не буду на 100%. Я выкладываюсь на ту зарплату, которую мне платят на 100%. Возможно, я один из всей компании, которая работает на 100%. Я бы не поверила. Потому что сама такая, да? Хорошо, допустим, что он говорит правду. Допустим. В этом случае? В этом случае, да. Тогда отвечай на вопрос. Для кого ты будешь работать на 100% на своем рабочем месте? Для себя. Если тебе нужно чувствовать себя уверенным, вот следующий слайд показывает, что вас продает ваш профессиональный опыт. Почему вас хотят взять другие работодатели или пригласить, или чтобы пригласить вам новую должность? Потому что вы чрезвычайно эффективны на своем рабочем месте. Почему? На чем строят свои предположения вашей эффективности? На анализе результатов и на обратной связи. Если мы позвоним его директору, он скажет, а почему вы интересуетесь? Это мой лучший сотрудник. Он работает на 100% за те маленькие деньги, которые я ему плачу. Пусть скажет, спасибо большое, Саша, вот тебе в два раза больше зарплаты. Приходи. Нет, я спрашиваю, в каком размере у вас стоит. Понимаете ключ к решению данной задачи? Рост вашей зарплаты и доходов на 100% зависит от той эффективности, с которой вы работаете сейчас. Если вы работаете спустя рукава, это не про вас, и не про кого здесь, это про тех, которые там за окном. Теперь уже, потому что уже прошло ровно 3 минуты с того момента, когда мы теперь всегда на 100% эффективны. Это дает вам фундамент построения вашей будущей высокой стоимости на рынке. Только так можно решить новые задачи. Только так приходит решение самых сложных задач. Только так приходит профессионализм. Потому что он вырабатывается, знаете, это правило 10 тысяч часов. Когда ты 10 тысяч часов делаешь работу, ты становишься профессионалом, ты в ней разбираешься. Именно это самое главное в вашей работе сегодня. Это секрет роста. Помимо всех тех техник, которые мы с вами можем пройти, если вы решите применять решение работать со мной в карьерном коутинге, как я вам уже говорил. Так вот, мне был интересный телефонный звонок. Вот, кстати, слайд, который я бы хотел, чтобы он остался у вас навсегда в вашей голове. Когда мы с вами сегодня, по сути, мы с вами прошли весь этот процесс с помощью поездки на автомобиле. Причем мы его сделали два раза. Когда мы ставим свои мечты и цели. Когда у нас есть понимание и представление конечной точки прибытия. Когда мы опираемся на наш внутренний, человеческий, устроенный мир. В плане того, что он не противоречит. Кто-то говорил о том, что работа должна нравиться. Ценности, чтобы не было выгорания. Как раз здесь нужно соответствовать ценностям. Это отдельная, очень важная, очень глубокая работа с человеком. Для того, чтобы идентифицировать свои ценности. Потом мы сравним с своими приоритетами и ресурсами. Потому что у нас может быть... Мы, может быть, хотим зарабатывать большие деньги, да? Но наши приоритеты жизненные, говорят, что семья для меня важнее. Или, может быть, я хочу сегодня провести время с ребенком, представить ему книгу, вместо того, чтобы задержаться на работе. Вот здесь начинает уже конфликт профессиональных интересов. Вот что для нас важнее? Следующая стратегия, мы понимаем, и, непосредственно, план действий. И, безусловно, это все тоже представление будущего, осознание состояния сегодня. Стратегия, план действий, изменения. И постоянный цикл, который позволяет вам двигаться, не останавливаться. Этот цикл, слайд, который я бы хотел, чтобы у вас был всегда перед глазами, какую бы должность вы ни занимали вплоть до президента Российской Федерации. И, надеюсь, что, может быть, ведь каждый гражданин Российской Федерации имеет право быть президентом. Вот 10 простых шагов, которые позволят вам, исходя из сегодняшнего мастер-класса, самостоятельно добиться цели, повышения своей заработной платы и стоимости. Давайте быстро по ним пройдем. Оценка ситуации, как есть, мечты и цели, планирование, самодисциплина, оценка опыта и представления его результатов, персональное позиционирование, создание эффективного резюме, силовое поле должности, когда вы понимаете, а каким вы должны быть для того, чтобы в этой должности быть максимально эффективным. Продвижение в карьере, соответственно, какой наш путь с точки зрения стратегии и плана. И 10 это результат, либо новая должность, либо повышение в карьере, либо повышение зарплаты, может быть горизонтальное перемещение, но с точки зрения роста каких-то экономических или возможностей ответственности. Рост ответственности же тоже рост? Новые задачи это тоже рост? Когда вы сейчас подходите к своему руку и говорите, слушай, я еще хочу взять какую-то работу на себя, он говорит, сумасшедший. Что вы получаете от него? Возможности. Когда вы придете и скажете, а я еще это умею. Вы получаете конкурентное преимущество по отношению к другим кандидатам, которые этого не знают и не умеют. С этим вопросом мы все разобрались. Так вот, подошли вплотную к решению нашей задачи. Как все-таки рассказать рынку, рассказать, построить в своей карьерной цепочке планирования и достижения целей, где этот момент достижения ее, в чем, через что себя реализовать? Через персональное позиционирование. Персональное позиционирование – это как прямая дорога. Вот если оно у вас есть, ехать просто. Если его нет, то непонятно. Потому что если вы сами в себе не разбираетесь с точки зрения того, в чем вы являетесь профессионалом, какую проблему работодателя вы решаете лучше всего, как об этом может узнать другой человек? Никак. Читать мысли мы еще пока не умеем. Милофон Алисы, он находится у нее. Поэтому вот все эти способы нам не подходят. Но есть другие способы, есть другие решения, задачи, благодаря которым мы с вами можем это сделать. Это пошаговая методика выработки персонального позиционирования. Это мы с вами уже прошли. Давайте подведем краткие итоги сегодняшнего мастер-класса. Первое. Безусловно, все вы вполне в состоянии влиять на ту ситуацию, которая происходит с вами. Согласны? Конечно. Да. Да. Мы это выяснили, что только от вас зависит сегодняшняя ситуация. В ситуации изменений, либо вы контролируете ситуацию, то есть жизнь, да, либо ситуация ездит на вас. Вам где хочется оказаться? Мы на ситуации. Правильно. А для этого нужно просто принять решение, что сегодняшнего дня я беру ситуацию под свой контроль. И следующими вопросами, а что мне для этого нужно будет сделать? И большой список дел, напротив которого что появляются, мы с вами уже сегодня говорили, даты. И все. Процесс пошел. Потому что на нас одеты очки стопроцентной эффективности. В процессе изменений существует два типа людей. Мне бы очень хотелось, чтобы вы относились ко второму. Первое – это администраторы изменений, которые подстраиваются под жизнь. Как я уже сказал, если я хочу новую должность, и я не хочу пять лет, значит меня устраивает та ситуация, в которой я нахожусь сейчас. И придя на мастер-класс сегодня, я посидел, послушал, да, хорошо было бы, но вот все-таки так, как у меня есть, пусть оно лучше и останется. Но мне бы хотелось, чтобы вы на самом деле были инициаторами изменений. Почему? Потому что бы вы создавали ситуации, которые использовали в достижении своих целей, которые в свою очередь открывали бы новые ситуации и возможности, которые в свою очередь открывали бы новые возможности. Домашнее задание номер один, кто напомнит, посмотреть фильм, всегда говорить «да». Правильно так называется? Да. Вот. Дальше. Поэтому, открывая себе дорогу, мы переходим в рамк возможностей. Одни открывают другие, следующие, следующие, следующие. И то, что вы сегодня сюда пришли, это уже огромная возможность. Так, движемся дальше. Мне бы хотелось сейчас вкратце подвести итоги того, о чем я вам рассказал. А, вот еще очень важный момент. В процессе карьерного коучинга, то есть, когда мы с вами занимаемся, над достижением ваших карьерных целей происходит трансформация. Это очень важно запомнить. Трансформация – это не изменение. Здесь специально привел фотографию бабочки и гусеницы. Бабочка уже не сможет стать гусеницей, как бы она этого не хотела. Поэтому мы с вами пройдем тот путь, который позволит вам встать на другой уровень, на другой этап. Это очень важно. Соответственно, позволяющий вам решать новые задачи в новых ситуациях. Ну и здесь, конечно, все мечты, которые можно себе реализовать, они реализуемы. Задача себе просто верить в то, что можно достичь. Соответственно, мне бы хотелось сейчас вам чуть подробнее в конце, я вам уже про сути, практически про весь карьерный коучинг сегодня рассказал, весь в течение всего этого мероприятия, вы уже понимаете, что там происходит. Я бы лишь просто хотел сказать технические задачи. Моя роль как карьерного коуча, работая с вами, показать, осветить эту дорогу, показать то, куда можно дойти более быстрее, эффективнее и качественнее. Это моя задача. Ваша задача принять решение, подходит это вам или не подходит, это была цель, о которой мы сегодня с вами говорили. Теперь мне просто хотелось показать, а в каких областях мы будем с вами работать. Это области вашей личной жизни, ваших профессиональных стремлений, ваши целеполагания, ваша самодисциплина. Все области, которые мы с вами затронем в процессе своей работы для того, чтобы вы себе выстраивали правильную карьеру. Очень важно, почему? Потому что люди, находящиеся в коучинге, у них изменяются в целом жизнь. Мы начинаем с карьеры, а она за собой вытягивает все остальное. Мне бы хотелось рассказать о том, что будет происходить. В процессе нашей работы онлайн происходит онлайн в течение примерно часа, раз в неделю, потому что чаще не получается. Во-первых, вы загружены, у вас работа, у вас есть другие дела. Во-вторых, домашние задания, которые нужно выполнять. И если вы не выполняете их, нет смысла давать следующие задания. Поэтому это ответственность. Вы погройтесь в свой мир, вы поймете свою цель, как мы с вами сказали. Вы определите точку конечного прибытия. Мы с вами обсудим стратегию поведения на сегодняшней работе, будь то это выбор наилучшего коммуникационного отношения, создание коммуникационного поля в той ситуации, с кем вы сейчас работаете. Или это может быть тестирование рынка на предмет того, а сколько вы стоите сейчас на рынке для того, чтобы посмотреть, а можно ли поменять работу. посмотреть, что происходит там. Может быть, параллельно запустить свое какое-то дело. Если у вас есть предназначение, я вот, по-моему, какой-то ряд очень хотел открыть свой собственный бизнес. Как сделать так, чтобы и сохранить и карьеру, и открыть свой собственный бизнес. Как сделать так, чтобы удержаться и там, и там, для того, чтобы иметь баланс некий внутренний. Безусловно, мы с вами будем работать, понимание, вырабатывать и оценить ваши сильные стороны, стороны вашего развития и создаем план развития. Если вы хотите развиваться, придется работать. Ведь на самом деле, кто-то же из вас когда-то занимался спортом? Ну, когда-то, да? Даже зарядку. Вот если вы долго не делали зарядку, а потом решили, быстро встали и поделали, что происходит на следующий день? Все болит. Казалось бы, да, вроде такое полезное для организма дело, зарядка, но все болит. Почему? Потому что физический дискомфорт. Но мы же понимаем, для чего он? Для того, чтобы стать лучше. Так и здесь. Трудности, они существуют, безусловно. Без трудностей нет развития. Но вот этот дискомфорт, который вы приобретете в процессе работы, он уйдет благодаря тем целям, которые вы достигнете. Собственно говоря, это примерно работы, как я уже говорю, минимальная моя программа занимает месяц, максимальная полгода, в таком режиме вы будете жить. Это даст вам колоссальный, колоссальный рывок вперед. Если мы представим по этой ступени, когда-то будет откат, да, но вы уже окажетесь на другой ступени, не на той, где были. Так как и сегодня, придя на этот мастер-класс, вы совсем уже другим сознанием по отношению к своей карьере уйдете отсюда. Ведь у вас произошла некая трансформация в отношении, а что вы хотите делать и почему. Движемся дальше. Карьерный коучинг, как я говорил, есть четыре программы, которые для вас могут быть полезны. Первая программа я даже не рассматриваю, она входит бонусом для всех остальных программ аудит-резюме. Следующая программа профессиональное позиционирование один месяц, карьера и профессиональные цели примерно два месяца и ваши первые 90 дней или новая работа, новая должность, повышение, это примерно три месяца. Каждую неделю, как я говорил, идут коуч-сессии. Итак, аудит-резюме идет в подарок, мы с вами об этом уже говорили. Профессиональное позиционирование. Задача создать то позиционирование, которое поможет вам создать вот эту самую главную эссенцию вашего персонального бренда. Алена Владимирская, достаточно известный хэдхантер, наверное, вы слышали ее, говорит, что будущее – это заливны брендами, которые понимают, ты нанимаешь на работу не просто человека, а Александра, который обладает определенным персональным позиционируем, который мы точно знаем, какую проблему работодатель он сможет решить. Именно построение этой задачи на это уходит примерно месяц, не меньше. Вот эту задачу мы сможем с вами решить. Стоимость такой программы за работу один месяц – 25 тысяч рублей. Следующее – карьера или профессиональные цели. В три месяца мы с вами работаем, вырабатываем понимание туда, куда нужно прийти. Работаем еженедельно с точки зрения… Причем мы профессиональное позиционирование тоже туда включаем. Мы занимаемся построением личных отношений, выстраиваем баланс времени, сколько нужно уделять времени для себя, что нужно делать, как выстраивать отношения с руководителем, что нужно делать, как развиваться, какую идеальную позицию нам бы хотелось занять для того, чтобы ей соответствовать. Вот это план развития. На это уходит примерно три месяца для того, чтобы продвинуться в этом вопросе. Ну, где-то, может быть, кто-то может успеть за два. И это стоит программа 40 тысяч рублей. И трехмесячная программа, где стоит она 60 тысяч рублей, где вы в течение этих трех месяцев не просто пройдете весь этот путь, а фактически мы с вами сформируем вас снова как профессионала. Абсолютно создадим новый тренд. Вот, собственно говоря, так как вы все эти программы уже в течение сегодняшнего моего мастер-класса, я вам уже детально о них рассказал, я бы хотел в конце рассказать вам показать несколько своих учеников, а вот маленькое упражнение, которое бы я хотел, чтобы мы сейчас с вами сделали. Поднимите сейчас, пожалуйста, руку в направлении там, где вы думаете находится север. И зафиксируйте там. Вот, пожалуйста, просто каждый из вас поднимите руку и покажите, где север. Отлично. Вы, пожалуйста, ну, посмотрите друг на друга. Вот примерно так происходит тогда, когда мы не знаем, куда идти. Именно поэтому я вам говорю, что очень важно найти того человека, который покажет вам, где находится север. Смотрите, что происходит с людьми, которые со мной работали. Вот, например, Инга, она возглавляет бэк-офис в одном крупном российском банке. Научилась планировать, перестала бояться чужого мнения, получала много новых знаний. Арсен, кстати, помнит, помнишь, это та девушка, которая боялась выступать на камеру. У нее было задание, каждый день, каждый день она выкладывала в нашем группе видеоотчет о своем дне. В течение трех месяцев она потом, она решила открыть кулинарный видеоблог в результате. То есть она научилась, для нее это было страшно. А еще у нас была маленькая группа, где мы вот этих людей объединили. Все начиналось с того, что вот ей было просто страшно выступать публично. А потом просто в результате постоянной работы над собой ты добиваешься этих целей. Ничего страшного в этом нет, на самом деле, оказалось. Евгений, он пришел, говорит, слушай, меня работа просто замучила. Не хочу, хочу уйти, я говорю, а давай на самом деле разберемся. А что в твоей работе может быть такого, что может тебе приносить удовольствие? Что в твоей работе может быть такого, что ты можешь стать действительно уникальным специалистом? В результате он единственный в компании получает бонус от прибыли, потому что он делает уникальные IT-проекты. Вот что он написал. Он начал внимательно смотреть на себя со стороны, узнал много хороших людей в компании, как ни странно. Узнал о том, что, значит, персональное позиционирование, персональный бренд. Укрепился во мнении, что очень важно смотреть на одни и те же вещи с разных сторон, со стороны работника и со стороны работодателя. Понял, что очень важно остановиться и подумать, куда я иду, что я делаю. Наталья, задача была очень нетривиальная, просто найти себя. Три месяца ушло на построение этой задачи. Повысилась осознанность, все возможно, работа над собой, поиск правильной цели, как поставить цель. Чем больше ответственность перед людьми, тем лучше. И это стимул дороста. Саша поняла важность всего сама. Самодисциплина, самоответственность, саморазвитие, самомотивация, самоосознанность. Осознала степень своей инфантильности. Познакомилась с интересными людьми, повысила уверенность и уровень своих планов. Александр, кстати, вот сейчас возглавил один из бэк-офисов карточных в банке, по-моему, открытия. Я взял вопрос, а что ты хочешь на самом деле? Он как раз только что вышел на рынок труда. В декабре у нас было здесь мероприятие. Он приходил, все, они, кстати, сюда в декабре приходили и рассказывали о том, что они там. У нас в декабре здесь проходит мероприятие, раз в год я его провожу, а стратегии личной на весь год называется «Только вперед». Так что если оно уже висит, это мероприятие, может уже сейчас забронировать себе место, так что здесь места на всех не хватает. И вот они приходили и делились. Я надеюсь, что кто-то из вас тоже придет и расскажет о том, что с ним произошло за этот год. Он открыл детский лагерь, называется «Комок». Я туда летом ездил, выступал перед детьми, это школьники старших классов. И он в этом смысл ищет свое предназначение. Этот лагерь продолжается. Вот были зимние каникулы, мы с сыном хотели туда поехать, но просто не смогли. И вот так он себя реализует. Но в то же время он топ-менеджер российского банка. Поэтому, видите, здесь очень важно себя найти. Александра была первая, кто закончил коучинг раньше всех. Как вы думаете, почему? Да. Еще? Она поняла. Она сказала, все, я закончила коучинг. Я понимаю. Через месяц. Я говорю, почему, что случилось? А я готова всем рассказать. Мы забираем групповой чат. Она говорит, слушайте, я поняла, что тема карьеры меня вообще не волнует. Я поняла, что я хочу быть любимой. Я хочу любить. Я хочу воспитывать и уделять свое время саму сыну своему, которому я нахожусь. Потому что я его перестала видеть. Я для себя поняла самое главное в моей жизни. Самое главное в моей жизни – это близкие отношения с моим сыном, с моей семьей. И она была самым счастливым участником этого коучинга, потому что для нее он закончился пониманием этой простой, казалось бы, для женщины вещи. Возможно, для вас, для кого-то станет тоже каким-то внутренним открытием. Вот ее девизы, которые она для себя открыла. Бери и делай. Учись расставлять приоритеты. Следуй плану. Пиши его каждый день и отвлекайся на минутные желания. Борись с ленью. Хочешь быть долго, здоровый и красивый – введи правильные привычки. Вот я сгруппировал примерно 20 важных вещей, которые можно встроить в свою жизнь в результате карьерного коучинга. Это управление временем, самодисциплина. Задуматься о моменте в состоянии сейчас. Осознать свои ценности, представить будущее, поставить цели, оценить свой опыт и проверить свои достижения, задуматься о своем развитии, поверить в себя, вспомнить и опереться на свои победы, найти путь к себе, переосмыслить отношения с работодателем и работником, найти свое предназначение, самодентифицировать себя и понять свои отличия в сильные и слабые стороны, задуматься о здоровье, размышлять к смысле жизни и отношениях к религии, верить в Богу, полюбить свою работу и полюбить себя. Вот казалось бы, такие простые, на первый взгляд, банальные вещи, они приходят в процессе индивидуальной работы. Для этого нет расстояний. Мы можем с вами работать в любом городе, так как занятия проходят через интернет, по скайпу, поэтому нет никаких вопросов с точки, где вы находитесь, в отпуске вы, это никакой причиной не является. Главное, ваше желание деть. Деть. Делать. Я вернусь еще раз на слайд с точки зрения карьерными программами, чтобы вы могли определить, какую карьерную программу вы хотели бы для себя выбрать, чтобы дальше двигаться по направлению достижения своей карьерной цели. Вот они. Месяц, два месяца, три месяца. И все, кто захочет сейчас после мастер-класса подойти ко мне, мы с вами обсудим, когда мы сможем начать. Как мы начинаем? Мы проводим установочную сессию с вами, она абсолютно бесплатна. Мы выясняем, какие задачи перед вами стоят, что вам нужно сделать для того, чтобы продвинуться вперед и определяем, подбираем ту программу, которая для вас лучше всех подойдет. Поэтому еще раз хочу сказать, аудит резюме в подарок сразу всем, ну плюс капитаны, которые у нас выиграли аудит, раз и два, и коуч-сессия этим капитанам, который у нас здесь. Поэтому карьера, профессиональные цели, профессиональные позиционирования основа. Профессиональные позиционирования входят в каждую из программ, поэтому вам будет удобнее в любой программе она восходит. Поэтому как только вы решитесь, а решиться вот это нужно сейчас, потому что сегодня нужно определиться, так как в феврале я формирую свой график занятия коучингом, мы с вами продолжим. На этом я бы хотел сказать все, но я хочу вам рассказать одну историю. Под конец мне всегда нравится рассказывать истории. Вы, наверное, знаете, что в Индии очень любят слонов. Да? Кто был в Индии? В Непале? В Таиланде тоже любят слонов. Когда слон маленький, его привязывают веревкой, таким крепким канатом к ноге, вот за какую-то железную петлю, и слон, понимая, что куда-то хочет уйти, нога его держит, он не может никуда двигаться. Время идет, слон растет, петля вокруг ноги просто немного увеличивается, а веревка остается той же самой. Когда слону уже много лет, два или три года, он становится огромным. Видели же себя большие слонов. Как вы думаете, сколько усилий для него стоит, чтобы перервать эту веревку, которая связывает его ногу, когда он был слонем, петля веревка, с того времени не изменилась. Одно неосторожное движение, но никто никогда этого не замечал. Почему? Привычка. Потому что у слона в голове стопроцентная уверенность, что это его держит и не позволяет ему двигаться вперед. Я желаю вам, чтобы никаких моментов, которые бы удерживали вас в том состоянии, в котором вы сейчас находитесь, не было. Все преграды находятся только в нашем сознании. Поставьте себе карьерную цель, выберите себе наставника и двигайтесь по ее достижениям. Большое вам спасибо за сегодняшнее время, которое вы инвестируете сюда в себя. И я надеюсь, что вы уйдете отсюда уже со всем другими людьми с точки зрения понимания того, что нужно делать. Всем тем, кто захочет продолжить общаться со мной, вы можете сейчас подойти ко мне и обсудим, как со мной дальше связаться по телефону, по почте и так далее. Всем до свидания. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...